Тигре жарко, тигра спит. Тигра дышит? Блин, такой соблазн, сука, дотянуться и попробовать потрогать, но это же пальчик откусит. Тигра красивая, киса. Вот еще один красотон лежит в глубине, вот к нему сейчас попробую подойти с другой стороны. Ой, красивый какой. А здоровый, мама дорогая. Так, это я клетку вокруг обхожу, и вот там вот он в углу. Единственное, что из этих прутьев хреновый обзор. Сейчас попробую камеру в какую-то дырочку. Здоров. Здоров, тебе как зовут? Ну, чему он красивый? Чему он красивый? Слушай, ну ты жрешь только мясо, а мяса у меня нет. Прости. Ну, прости. У него большие лапы. Я хочу сказать, что вот на канатке страшно ездить в открытой люльке, а вот стоять рядом с тигром, вот так вот, почему-то не страшно, нифига. Народ, это чудо-чудно, диво, дивно, белая киса. Киса красивая, им жарко, потому что в Крыму в августе жара стоит неимоверная, да, 40 градусов, это очень жарко. Киса спит, и меня слышат ушками. Ушками ведет киса, красивый, господи, вообще не страшно, хотя он же, блин, лапой может убить нахрен. Черепушку расколоть, как капуцины, перепелиные яйца. Ну, красивый, зараза. Мухи. Здоров, красотун, подожди, подожди, не уходи, не уходи. Ну, морде-то повернись ей, алло. А тут вершит своя природа. Тенечек спрятался, еле дышит. Вот была бы водичка, я бы его, конечно, попоила. Он там вообще дохнет. По полной программе, не знаю, видно или нет, отсвечивает. Очень жарко, много солнца. Уши вздыхаем мы, жарко, нам, нам жарко. Киси жарко. Киси жарко.